Анташа, как тебе играется в инфопространстве? Зал здесь замечательный, место, я думаю, нужно взять на вооружение, потому что просторное, очень вмещает много людей. Но вот тяжело играется, да. Турнир очень тяжелый, и Рапид это показал, что один день было бы достаточно закончить турнир, можно было бы. Мужчины шансов мало дают? Да, нет, давали шансы, но потом не хватает стабильности женщинам. Это общеизвестный минус женских шахмат, что одну партию мы можем провести блестяще на уровне 2700, а вторую партию на уровне 2100. Вот, поэтому мы так и играем, как играем. Как идет Блиц-турнир пока? Блиц-турнир начался очень живенько, весело. У меня там 2-0 я выиграла, а потом меня посадили с Мамидьяровым. Я обожаю играть с сильными. Мы с ним провели эфирическую партию, он меня обыграл, и, видимо, сбил меня этим настрой. И потом я играла уже не с такими сильными, и не так, в общем, мало очков, мало. Надо подтягиваться. А что касается формата этого турнира, по сравнению с классикой, что можешь сказать? Тебе нравится так больше играть, или классика была лучше? Не, ну, если честно, я оттуда, я отдаю за убыстрение, убыстрение, вообще-то, потому что, ну, классика, она сама по себе неплохо отдельно. Нельзя их сравнивать, собственно, как бы классические турниры должны оставаться, но этот формат отлично. В общем-то, в принципе, если немножко учесть на будущее там нюансы некоторые, то, конечно, замечательный турнир. Ты сегодня очень нарядная. Какой повод? У меня сегодня у дочки день рождения 6 лет, и, в общем-то, и она сюда приходила поболеть за нас, и сейчас уже пошла, потому что поздно. Но, в общем, повод дочери 6 лет, и будем праздновать после турнира. Спасибо. Я поздравляю тебя с победой в этом очень сильном Блиц-турнире. Какие ощущения? Как все прошло? Спасибо. Ну, прошло, на самом деле, неплохо, во-первых. Молодцы организаторы, что перенесли Блиц-турнир с 11 утра на 2 часа дня, потому что в 11 утра играть довольно было негуманно. Я обычно начинал где-то в полтиннике после 4-х туров, и дальше уже как бы только мечтал о том, чтобы догнать лидеров. Ну, поскольку, да, то есть с утра как-то не у всех получается играть хорошо. Вот, поэтому в этом плане я выступал с некоторой уже форой. Вот, ну и, на самом деле, достаточно неплохо программу выбирал у меня соперников. То есть Жеребеха мне, в принципе, везло. Все-таки получить... Имея себе встал на из 8-ми. То есть я получил Сашу сначала, Костюнюку, в принципе, у меня с ней всегда хорошо. В принципе, хороший счет в быстрый и в Блиц. Вот, и потом еще Бориса Савченко. Ну, в том плане, что, нисколько не умоляю заслугу этих шахматистов, но можно было получать, условно, Грищука, Корякина, Свидера, можно было получить, например, раньше там. То есть там масса сильных шахматистов, с которыми я избежал встречи. Вот, благодаря тому, что играл в какой-то момент очень результативно. А самый сложный матч с кем был? Самый сложный, наверное, был последний, потому что, в принципе, на самом деле меня устраивало полочка. Ну, то есть, конечно, полочка, если я набирал меня, Петр догонял. Ну, вроде, по коэффициенту я занимал как-то первое место. Но, в общем, это как-то не совсем, мне кажется, красивый был бы финал. Вот, поэтому я тоже боролся. В первой партии я проиграл, в принципе, равный эшпиль. Стоял на месте в течение ходов, наверное, 30-ти, соперник усилился и выиграл. Вот, что явилось для меня вообще неприятной неожиданностью. Вот, а во второй партии как-то... В общем, у меня был уже, наверное, перевес какой-то момент. Ну, и во времени было хорошо, но тут я решил сыграть красиво. И получил как бы и безнадежно, и по времени догнал соперника. И, в общем, что-то уже, когда дела были плохи, заметил, что у него упал флаг, так что. Вот, ну, в целом, хорошо, что хорошо кончается. На самом деле, ну, конечно, связывки последнего тура, она всегда имеет место быть. То есть здесь сложно, сложно уже. Ну, хотя Петр, можно сказать, был в шаге, если бы он быстрее бы донесся с G8 на A2. В смысле, с B1 на A7, а я уже должен был ввести, наверное, с G8 на A2. То, наверное, сейчас бы брали бы интервью у Петра. Два тура играть из двойных, это тебе удобно было? Или лучше было по одному туру блиц? Ну, как-то год за годом уже этот регламент, этот формат. И на самом деле, ну, он довольно логичный, потому что сыграть и белыми, и черными. В принципе, ну, в блиц все-таки такой короткий, довольно, короткий довольно вид шахмат, быстро все проходит. Поэтому, может быть, в этом есть смысл. Ну, конечно, интереснее, может быть, круговые турниры, где очень ровный состав. И, например, ну, 20 человек играет, ну, наподобие тех турниров, которые были на Мемориале Таля. Вот, ну, тот формат, он, наверное, интереснее, как бы. Ну, и там тоже было, кстати, два круга. То есть, так что, два круга – это вообще хорошая идея, если есть просто время, чтобы их провести. Спасибо. А удавалось ли посмотреть рапид партии, которые были два дня, ну, два дня до этого игрались? Ну, я смотрел трансляции, как бы, но, в общем, я, в основном, как-то отдыхал после Москваопена. Там, довольно турнир, что-то 9 туров подряд, я отвыкл уже играть, обленился. То есть, несмотря на то, что соперники, вроде бы, были не самые сильные, все равно довольно тяжело, он прошел, да. Ну, я смотрел, как бы, но мне только запомнилось, что, ну, как-то в погоне за изменением формата соревнований немножко. Не предусмотрели, что, ну, не было никакой дополнительной стимуляции занимать место выше, чем 32-е. То есть, поэтому я в какой-то момент уже начал лидить партии в три хода, в два хода. Ну, не знаю, может быть, так это нормально, я тоже, как бы, не проще в последнем туре был бы делать две ничи в два хода, да. Вот, но не получилось. Вот, ну, в том плане, что это, может быть, как-то на будущее, может быть, стоит это как-то продумать организаторам. Спасибо, Яна, удачи, дальше.